Дамы и господа, вы прежде всего разрешите поздравить вас за то внимание, которое вы выделили в нашей программе МВА, придя сюда на День открытых дверей. Программа эта будет проводиться здесь у нас, в Российской Академии Народного Хозяйства, регистрационной службы при президенте Российской Федерации, в институте бизнеса и злового администрирования, новоплудельцев и технического управления. Я, ватанна, в факультетах, Чиканский Александр Николаевич. И разрешите мне, открывая наши двери, немножко рассказать вам о том, что из себя представляет сама Академия, куда вы пришли в институте бизнеса и злового администрирования, ну и наш факультет стратегического управления, а потом мы уже подробно поговорим и о содержании самой программы МВА. Российская Академия Народного Хозяйства и злокового администрирования – это молодое, причем не заведение, но нам чуть больше трех лет. Но она формировалась на базе слияния двух других, уже достаточно старых и известных академий. Вот они здесь на снимке, эти академии. Одна из них – Российская Академия Народного Хозяйства при правительстве Российской Федерации. Самое крупное учебное заведение в стране на момент объединения. По подготовке профессиональных менеджеров. Ну и второе учебное заведение – это Российская Академия Государственной службы при президенте. Тоже самое крупное и самое известное в стране учебное заведение по подготовке тоже менеджеров, но только уже для государственного управления. И когда эти указы президента России и две академии объединились, и была ровно одна, теперь же, единая территория с основным кампусом правительства «Метро-Люго-Западное», сформировалась на этой основе Российская Академия Народного Хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации, это стало уже самый большой университет в России, наша Академия. Всего у нас учатся порядка 160 тысяч студентов и слушателей, это примерно в два с половиной раза больше, чем во втором, подчисленные слушатели и студентов в УЗИ страны в Московском государственном области. В Академии 65 филиалов во всех регионах России и даже здесь, в Москве, несколько кампусов, вот основной это на Юго-Западной, а вот другой кампус у нас, видите, здесь, в этом здании на Прочистинской набережной. И работаем мы и на Юго-Западной, и здесь. Наши программы в формате модульном, в формате УЛЭКЕНД проходят там, на Юго-Западной, на кампусе. А наши вечерние программы МВИ проходят здесь, ну, потому что по вечерам прорваться по московским пробкам на Юго-Запад, это просто невозможно, и здесь все-таки как-то по вечерам бывает комфортно, шансов доехать сюда больше. Ну, если это самый крупный университет России, то вот если брать управленческую направленность, поскольку теперь Академия по-прежнему специализируется на подготовке управленцев, ну, теперь уже управленцев и для менеджеров, для коммерческих структур, ну, и для государственного сектора тоже. То вот в этой сфере, в сфере управления, это получился самый большой университет в мире. Ну, и надо сказать, что это единственный университет, единственное высшее учебное заведение России, которое находится под гранажем президента. И когда у нас говорят, где учатся, никто не говорит, я учусь в России, в Академии, в Народном Союзе, в Старом Союзе, в Старом Союзе, это невозможно, очень длинно. А сказать сокращенно, я учусь в РАМХИКСе, это как-то не очень благозвучно. Поэтому говорят, мы учимся в президентской Академии. Ну, она единственная такая при президенте. И по-английски официальное название президента Шеллэк Эдемии. Ну, и, значит, вот, соответственно, так у нас и говорят. Так что, в этом плане, конечно, это достаточно престижное учебное заведение. Правда, надо сказать, что неоднородные структуры школы бизнеса, которые входят в состав Академии. Дело в том, что Академия, вообще это такой огромный фолгинг образования, который состоит из различных институтов, факультетов, школ бизнеса, ну, фактически все это школы управления. И даже здесь, на московском кампусе, у нас 12 вот таких самостоятельных школ бизнеса. И они разные, конечно. Есть среди них новые, а есть старые. Есть среди них маленькие совсем, а есть большие. Есть школы с высоким качеством подготовки слушателей, а есть, ну, прямо скажем, с очень высоким качеством. Что касается института бизнеса и главного администрирования, то это самая старая школа бизнеса в Академии. Вот в прошлом марте мы отмечали четверть лета, 25 лет. А сейчас будет 26. Когда открылась школа, бизнеса в России еще не было. Был социализм какой-то такой. Излет социализма, что-то уже такое зарождалось. А первая школа бизнеса уже появилась. У нас самая большая институт бизнеса и главного администрирования, самая крупная школа бизнеса в Академии. И, конечно, это школа с самым высоким качеством программ. Мы их позиционируем так, как элитная школа бизнеса, которая занимает сегмент премиум. И не только в Академии, но, пожалуй, и в России, в нашей стране, очень немного школ бизнеса, которые пользуются действительно международным признанием. Вот, во всяком случае, только одна школа бизнеса в России, это наша школа бизнеса, которая имеет титул, который называется «Трипл-крама». Это значит, что программы нашей школы аккредитованы всеми тремя ведущими аккредитующими организациями бизнес-образования мира. Ну, это АМБА, британская ассоциация программ МВИ, это АССБ, американская международная ассоциация бизнес-школ, и это аккредитация ИПАС, это ИФМД, это Европейская ассоциация бизнес-образования. Что касается вот той программы, на которую вы пришли, программа МВИ, она имеет аккредитацию британской АМБА, и когда, значит, вы, ну, те, кто поступит на программу, и будет ее заканчивать, и получит диплом, то вместе с дипломом будет вот такой сертификат, значит, АМБА, где будет засвидетельствовано, что вы закончили программу аккредитованной международной организацией, что подтверждает международный уровень этой программы. Надо сказать, что наша программа МВИ, ну, не только МВИ, и МВИ, и из этих МВИ, все наши программы бизнес-образования входят традиционно в число лучших 200 программ мира. Это французское агентство рейтинговое, одно из самых известных агентств, вид универсалон называется, то есть постоянный рейтинговый у нас, значит, в перечне 200 лучших, ну, а в регионе Восточной Европы традиционно наша программа входит в пятерку лучших программ. По окончаниям программы МВИ не просто диплом получают наши выпускники, а наши выпускники будут получать так называемые красные дипломы. Что такое красные? Дело в том, что в Российской Академии Народного Хозяйства, в нашей академии был проведен такой внутренний рей-рэнкинг школ бизнеса и программ МВИ. Я уже говорил, что школы бизнеса разные. И, в общем-то, наверное, потенциальный слушатель, абитуриент вправе знать, какие школы имеют более высокий уровень и какие более места. Вот и был проведен такой внутренний рей-рэнкинг, в соответствии с которым все школы бизнеса Академии были поделены на три категории. Это школы бизнеса международного уровня, это школы бизнеса национального уровня и школы бизнеса локального уровня. Ну вот только три школы бизнеса пошли в эту элитную тройку школ международного уровня. Это наши инступы в седевого администрирования, ну также еще школа ВШПМ такая есть, это финансовая специализация школы. И программа Кинстонская, вот на английском языке она идет, они как раз вот тоже располагаются здесь, на втором этаже. Все остальные, значит, получают синий диплом. Вот этот красный диплом, это означает, вот видите, на лепенике, вот это красный, а этот синий. Все остальные получают синий. И на красном, вот там вот мелким шрифтом и не видно, но написано, что вы окончили программу международного уровня. Вот это, наверное. Да, ну а школы были поделены, значит, уровень международный, значит, национальный и локальный. А программы получились звездностью. От одной звезды, ну и до шести. Значит, шесть звезд имеет только одна программа МБИ. Это вот как раз наша программа, на которую вы, как раз на ряду МБИ, на которой вы и пришли. Также я хотел бы отметить, вот характеризуя нашу школу, вообще, что главный предмет гордости, это, конечно, не награды там и аккредитации, самый главный предмет гордости для любого школы бизнеса, это ее выпускники. Вот что касается наших выпускников, то вот здесь видно на слайде, что 109 выпускников нашей школы бизнеса и БДА входят в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России по версии Ассоциации российских менеджеров. Ежегодно этот рейтинг формируется, и мы сразу, как только в местном появляется, сразу смотрим, сколько наших снова вошли в этот рейтинг. Вот такого показателя, значит, 109 человек, понятно, нет ни у одной, не только школы бизнеса, но, я думаю, что и ни у одного учебного заведения, включая МГУ, огромные высшие школы экономики, там и так далее. То есть вот с точки зрения вот такого карьерного рынка наши программы, конечно, дают очень приличный результат. Ну, и вот было проведено исследование, два года уже проводилось исследование, это портал Супершоп и Лига МБИ. Значит, согласно этому исследованию, доходы выпускников программы МБИ России в среднем за первые два года после окончания программы возрастают на 50%. Вот. В том же исследовании, значит, говорится о том, что выпускники программы МБИ и 150 главного администрирования имеют прирост в 70%, и по этому показателю, значит, тоже мы являемся абсолютно медицинами. Ну, у нас вообще ВВДА два таких основных базовых факультета. Один – это факультет, на котором учатся дети. Ну, дети – это студенты, после школы они поступают, бакалавриат, потом администратура. А другой факультет, он называется факультет стратегического управления. Вот на нем учатся в двух условиях, есть детей, нет, и поэтому тех, кто здесь учатся, мы не называем студентами. Значит, все, кто учатся у нас, они уже студентами были, все имеют высшее отрагование, все имеют опыт управленческой работы, и мы их называем слушатели. Это к нам слушатели пришли, слушатели академии. И слушатели у нас на факультете, на большой факультете, более полутора тысяч человек. Мы для них проводим 10 таких серьезных, долгосрочных программ управленческой подготовки. Ну, какие это программы? У нас есть программы высшего образования, второго высшего образования. Ну, сейчас это магистрские программы, второе высшее образование. Это программы и по менеджменту, и вот после того, как мы, значит, произошло объединение, Академия тогда, Академия народного хозяйства объединялась в Российской Академии Госслужбы, у нас появилось вот и второе такое направление в манистратуре государственное и муниципальное управление. Большое внимание мы уделяем программам профессиональной перебородовки. Мы не пропущем слайд, у нас есть программы экзекитив МБА. Программа экзекитив МБА – это программа, на которой учатся руководителей или собственных и крупных компаний. Ну, таких программ две. Одна из них российско-бельгийская программа. Ну, понятно, что каждая уважающая себя школа бизнеса, каждая школа бизнеса международного уровня должна иметь очень серьезного международного партнера. У нас таких партнеров два. Одна школа менеджментов университета Антверкена, и мы с ней же проводим программу экзекитив МБА. Эта программа рейтингуется по менеджменту «Шеллтаймс» и традиционно входит в 30 топ программ мира. А у нас еще есть другой партнер, покруче даже, это школа бизнеса «Береновый», и с ней тоже программу мы проводим совместную. Ну, это традиционно входит в десятки лучших программ. Ну, эти программы, правда, хорошие программы, имеют тот недостаток, что там преподавание идет на английском языке, а тот, кто хочет работать в России, все-таки лучше идти на российские программы хорошего качества, ну, вообще учиться лучше на родном языке. Я вам точно говорю, поскольку мне пришлось, чтобы выучиться на иностранном языке. На российско-бельгийской программе экзекитив МБА учатся в основном руководители российских филиалов зарубежных компаний, или руководители российских компаний, которые бизнес делают в Европе. Ну, а руководители и собственники российских компаний, вот за них другая есть программа, она называется «Стратегическое управление». У нас довольно широкий спектр программ профессиональных переподготовлений в области финансов, вот такие вот, названные, просто директор по экономике и финансов. Да, потому что это действительно, то есть мы не готовим финансистов, финансовых менеджеров, мы готовим руководителей. Ну, на этой программе, естественно, речь идет о руководителях финансовых подразделений. Программа «Коммерческий директор», те, кто выбирает направление маркетинг, они идут на эту программу, речь идет о директоре программы для руководителей кадровых служб, ну, и программа предпринимателей, те, кто начинающий предприниматель, и, кто хочет заниматься этой деятельностью. Ну, а, конечно, самые наши популярные программы, на которых учатся подавляющее большинство наших слушателей, это наша программа MBA. Ну, вот у нас MBA, классическая программа MBA, ну, годичная программа. Тут написано, что у нас 20 месяцев, так, это маленькое лукавство, обычно там 21, 21 с половиной, ну, это здание, ну, да, ну, где-то, ну, да, там что-то такое, около 20. На этой программе могут учиться все, кто имеет опыт работы, высшее образование, неважно, какое образование, филологическое это образование, или там, естественно, научное. А вот другая программа, у нас есть тоже программа MBA, она, кстати, самая рассчитана на тех, кто имеет уже базовое управленческое и экономическое образование, ну, нам чуть покороче, потому что какие-то дисциплины мы имеем возможность перезачить. Это действительно такая основная наша программа, программа MBA, такая программа карьерного рывка, карьерного роста. Позиционируется вот так, эта программа. Ну, как я уже говорил, те, кто окончат эту программу, значит, получат диплом, красный диплом международного уровня и еще сертификат AMBE придачу. Ну, а в высшем образовании не будет диплома, по-второму. Ну, потому что MBA, это программа дополнительная к высшему образованию, но не высшее образование. И, в принципе, дипломы, это, да, международного уровня, но некоторые такие кондовые в советских времен какие-то застывшие кадровики, но говорят, слушай, что такое MBA? Мы не знаем, что такое MBA. А вот что такое высшее образование, мы знаем. Подавайте нам диплом насчет о высшем управленческом образовании. Ну, и были такие многочисленные просьбы, а так вот нельзя, что будем показать, действительно, о высшем образовании диплома. Ну, и в ответ на воздотрудящийся мы создали такой проект, называется он MBA плюс магистр менеджмента. Это значит, что те, кто закончил вот эту нашу MBA за вот эти 20 месяцев и дал экзамен, и написал, и защитил дипломный проект, и полностью выполнил учебный план, и получил диплом MBA, имеет право остаться еще на один семестр, взять еще один семестр. Ну, этот семестр будет уже не такой, что практикоориентированный, как вот вся программа, там будет побольше, прямо скажем, теории, и науки, научные исследования нужно будет провести, и написать, и защитить магистрскую диссертацию. Это для тех, кто хочет. по окончании еще этого семестра можно будет к диплому MBA добавить государственный диплом магистра менеджмента, степень магистра менеджмента, ну, или же, так же, это полностью соответствует запросам не только современных кадровиков, да, с европейским менталитетом, но и тех, которые, может быть, до этого еще не дошли. Но самое главное, конечно, это не то, какое там диплом, самое главное другое, самое главное, что будет происходить на этой программе, что вам даст эта программа, каково содержание этой программы, будет ли интересно на ней, принесет ли она пользу. Ну вот, я хотел бы передать слово директору этой программы, для дипломы. Это абсолютно.